Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 9 февраля и свои именины свершает христианин, нареченный в честь святителя Иоанна Златоуста. Мир и благословение да пребывают с вами, дорогие братья, пусть милостивый Господь дарует вам ревность о Боге, как у вашего небесного покровителя, любовь к нему, смирение перед теми скорбями, которые посылает Господь нашего ради спасения. Сегодня Святая Церковь совершает память перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. Великий Вселенский Учитель и Святитель, истолкователь Священного Писания, устроитель чина церковного богослужения, та божественная литургия, которая совершается в большинстве случаев, это литургия святителя Иоанна Златоуста. За свое красноречие, прозванный Златоустом, сегодня день перенесения его мощей. Иоанн родился в Антиохии в 367 году от богатых родителей. Получив всестороннее образование, он пренебрег земными почестями и посвятил себя на служение Церкви. В сане пресвитера Церкви Антиохийской и затем архиепископа Константинопольского он грозно обличал пороки современного общества. Проводя жизнь в высшей степени воздержанно, жертвуя всем для бедных, он старался пробудить состояние к ним и у других. С этой целью часто сопоставлял в своей проповеди, не знавшую меры расточительность с ужасающей бедностью, и тем вооружил против себя богатых вельмож и особенно императрицу Иодоксию, супругу императора Феодосия. Ну, по-видимому, с годами ситуация особо не меняется, потому что и сейчас мы видим, как говорят, огромный зазор между людьми, называемыми богатыми, и их жизнь, которую средство массовой информации с удивительной последовательностью и вниманием доводит до телезрителей. И, с другой стороны, каждый обычный человек понимает совершенно огромнейшую пропасть между тем, как живут люди, и между тем, как складывается их обычная жизнь. И вот эта вопиющая роскошь, расточительность, когда человек может за один ужин или за один поход в казино оставить целое состояние для кого-то. Для кого-то это, может быть, стало бы возможностью сделать сложнейшую операцию, для кого-то спасти жизнь родственника. Тем не менее, человек, получивший такую возможность, это просто расточает. Конечно, возникает и возмущение, и неприятие, раздражение. Ну, и понятно, чтобы народ не переживал о классовой борьбе, то его ум постоянно отвлекается на те или иные картинки, которые предлагаются властителями умов, как некоторая замена реальности жизни. Человек не столько беспокоится о реальности, сколько переживает о том, ну, как, например, живут герои Дома-2, или как там очередные герои мыльной 700-серийной оперы. Ничто не ново под луной. Те же нравы, по-видимому, были и во время святителя Иоанна Златоуста. А клеветанный своими завистниками, ненавистниками, в оскорблении царского величества, святитель в 404 году был послан в ссылку сначала в город Кукус в Армении, а потом через два года далее в Абхазию. Не дойдя до места в своей ссылке, святитель оканчивает свою жизнь в горах Каманах со словами на устах. «Слава Богу за все!» Ученик и преемник его архиепископ Константинопольский Прокол убедил императора Феодосия Младшего перенести святые мощи Златоуста из Каман в Константинополь. «Император с плачем над мощами святителя просил прощения для своей матери Евдоксии». Много бед в жизни человека происходит из-за необдуманных слов. Слов, переданных, где-то поднятых и пересказанных, где-то умноженных собственными страстями, потому что очень часто мы играем в глухие телефончики. То есть услышал какую-то весть, дополнил своими впечатлениями, своими соображениями и передал. И два-три человека эту весть перенесли, и бывает порой до противоположного. Тем более это бывает опасно, когда речь заходит о том или ином человеке. Потому что мы же не знаем всей полноты ситуации. Мы видим в меру собственной какой-то ограниченности, испорченности, собственной греховности. Причем очень часто видим то, чем болеем сами. Передаем эти сведения. Потому что ни о чем так охотно не говорят люди в компании, как об отсутствующем общем знакомом. Его успехи, еще больше его неудачи. Ну и те люди, которые так или иначе слышат сведения о человеке, проникаются некоторым предубеждением, предрасположенностью и складывают свое мнение. И мы видим, как в судьбе святителя Иоанна неправедная передача информации, клевета, в конечном итоге послужила причиной очень ранней кончины такого великого святителя и учителя, вселенского учителя церкви. Что можно сказать в отношении клеветы? Ну, в первую очередь, что это имя самого дьявола. Дьявол в переводе на русский язык – клеветник. Он первый возвел хулу на Бога, оклеветав Его, прельстив Еву. Ну и, собственно, все мы сейчас пожинаем последствия этой клеветы. И всякий говорящий ложь или непроверенные сведения, или сведения, услышанные слухи, сплетни, он так или иначе льет воду на мельницу этого клеветника, ибо отец лжи, сказал Господь, есть дьявол, и когда он говорит ложь, говорит свое. Ну и понятно, кто кому служит, тот тому и раб, кто кому служит, тот тому и последует. Что еще сказать? Господь, напоминая нам о важности внимательного отношения к слову, говорит, за всякое праздное слово, которое рекут человецы, дадут они ответ в день суда. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Имеется в виду праздное слово. Слово пустое, бесполезное. А если слово гнилое, апостол Павел говорит, никакое гнилое слово да не сходит с уст ваших, обращаясь к христианам. Будем внимательны, дорогие.